Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, 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 Черкесия Гидромета не нужна. Особую актуальность вопроса защиты сельскохозяйственных растений от градобития подтвердил и министр сельскохозяйства Республики Анзор Баташев. Глава регионального ведомства подчеркнул, что частота выпадения интенсивного града в среднем за последние пять лет составляет не менее 15 раз в сезон. Учитывая важность защиты сельскохозяйственных угодий от градобития, Анзор Баташев выступил с предложением предусмотреть мероприятия по защите сельскохозяйственных растений от градобития в государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Еще одними из актуальных вопросов в сфере развития агропромышленного комплекса, на которое было обращено пристальное внимание сенаторов, членов правительства России и Карачаев-Черкесии, это реализация проектов в сфере мелиорации земель, а также острая нужда садоводческой отрасли в плодохранилищах и оптово-распределительных центрах для круглогодичного обеспечения потребителей плодовой продукции. Рашид Тимрезов в ходе совещания акцентировал внимание на необходимости расширения программы комплексного развития сельских территорий в Карачаев-Черкесии. Следующим вопросом на повестке совещания стало развитие туризма. С докладом о готовности регионов к выработке позиций по реализации федерального закона, направленного на развитие рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях, выступила председатель комитета СОФЕДа по социальной политике Инна Светенко. В самом выступлении она также затронула общие вопросы развития внутреннего туризма в Карачаев-Черкесии. Министр туризма и курорта в Республике Расул Тикеев в самом выступлении особый акцент сделал на развитие курорта Дамбай. Он сообщил, что в текущем году ведомством совместно с компанией «Кавказ-РФ» планируется разработка мастер-плана развития курорта, включающего в себя анализ предложений по обустройству новых канатных дорог и трасс, функциональному зонированию территории курорта. Кроме того, директор акционерного общества «Кавказ-РФ» Андрей Юмшанов рассказал о планах по разработке мастер-плана развития Софийской поляны. Вместе с тем, участники совещания обсудили вопросы развития строительства и жилищного комплекса Карачаев-Черкесии. В частности, детально обсуждалась модернизация коммунальной инфраструктуры в регионе. Речь шла о реконструкции очистных канализационных сооружений поселка Дамбай, строительстве группового водоснабжения населенных пунктов вуз Джигутинского, Прикубанского районов и иного микрорайонов в северной части Черкесска, а также строительстве объектов теплоснабжения микрорайонов Северный и Спутник в республиканской столице. Отдельной темой стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. Подняты вопросы подключения фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов к сети интернет и их оснащения автоматизированными рабочими местами. Так, на сегодняшний день к интернету подключены 76 фельдшерско-акушерских и 6 фельдшерских пунктов региона. Автоматизированными рабочими местами оснащены все 100% структурных подразделений. Более детально сенаторы и члены правительства остановились на развитии инфраструктуры здравоохранения, в частности, необходимости строительства новых больниц, психиатрического и инфекционного профилей. В рамках визита делегации Совета Федерации в Карачао-Черкесию председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Светенко и заместитель министра здравоохранения страны посетили учреждения здравоохранения всех уровней. Они посетили 5 объектов. Карачао-Черкесский диспансер имени Бутова, Черкесскую городскую поликлинику, Республиканскую инфекционную клиническую больницу и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Черкесскую городскую клиническую больницу и ФАП в ауле Карапага. Важно то, чтобы было современное оборудование. Мы сегодня специально прошли не только амбулаторию, но также и посмотрели стационар рядом с реанимационной и с операционной для того, чтобы посмотреть то оборудование, на котором работают здесь. Здесь работают действительно специалисты высокого класса на очень качественном оборудовании. Поэтому важно, чтобы та помощь, которая оказывается медицинская, она была высококачественной, вне зависимости от того, в какой точке страны мы сегодня находимся. Мы сегодня увидели действительно современный онкологический центр. Центр, который построили, и он направлен на то, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи. Смертность от онкологических заболеваний, мы знаем, занимает второе место в структуре смертности. И то, что делается в этом центре, благодаря замечательному, слаженному коллективу, оно как раз направлено на то, чтобы и увеличивать продолжительность жизни, и сокращать смертность. И самое главное, что здесь работают люди, настоящие профессионалы. Они постоянно учатся, они на связи с федеральными центрами. Это радует. Ну и последняя информация завершает этот блок. В ходе встречи представитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил о планах по созданию на базе Северокавказской государственной академии военного учебного центра. В ВУЗе совместно с Минобороны и Миноборнауки России подготовлен календарный план создания центра, где планируется подготовка военнослужащих запаса. В первый учебный год военный центр будет готов принять 90 абитуриентов. Далее к другим темам. Группа компании Домоте начала поставки продукции из баранины на экспорт. Первая партия охлажденной баранины отправлена авиатранспортом в Королевство Саудовской Аравии. Поставка осуществлялась специализированным авиатранспортом, что позволило сохранить высокое качество продукции. Стоит отметить, что авиаперевозки позволяют оперативно доставлять продукцию и обеспечивают необходимый температурный режим для сохранения свежести и полезных слост мяса, не прибегая к заморозке. Начало отгрузок на крупнейший рынок Ближнего Востока предшествовала большая работа. Компания успешно прошла аудит профильных ведомств, подтвердив соответствие предприятий высоким требованиям Королевства. На первом этапе Россельхознадзор проверил завод по убою и переработке баранины и включил его в реестр одобренных, после чего Дамате успешно прошла аудит управления по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств Саудовской Аравии. Важным этапом было получение сертификата «Хайляль», который предоставляет право экспорта. В планах компании расширить географию поставок баранины на все страны Пересидского залива и увеличить ассортимент поставляемой за рубеж продукции. В республике завершился оригинальный этап 12-го всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Десятки школьников соревновались в чтении вслух отрывков из литературных прозаических произведений учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций Карача-Чикеси прошли несколько отборочных туров классный, школьный и муниципальный. В финале приняли участие 36 победителей городских и районных этапов из 12 муниципальных образований республики. Ребята достойно представили уровень художественного мастерства отрывками из любимой прозы. Каждый участник выступал в смене спектакля. Компетентная жюри по итогам конкурса определила троих победителей. Это Лейла Постанова ученица средней школы села Светлое, Ольга Фоменко учащаяся в первой школе станицы Зеленчукской и Динара Узденова представлявшая школу номер 8 села Римгорское. Они же представят Карача-Чикеси в финале конкурса который состоится в мае этого года в Международном детском центре Артек. Ну и последняя информация во Дворце спорта юбилейной Черкесии в эти дни проходит первенство Северокавказского федерального округа по боксу среди юношей 15 и 16 лет. Соревнования продлятся до воскресенья. В них принимают участие 140 спортсменов из всех субъектов СКФО, которые поспорят за путевки на юношеское первенство страны. Оно пройдет в этом месяце в Чехове. Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению оригинальных синоптиков завтра по республике ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь в отдельных районах сильный. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В горах местами плюс 2,7 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавина-опасность. В Черкесии кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 12 градусов выше нуля. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-86-52-24-99-51. Вы слушали Радио России Карачаева Черкесия. До новых встреч!